Здравствуйте, дорогие слушатели! Меня зовут Хана Ратна, и я хотела бы начать наш цикл лекций о коленах из рай. Вы спросите меня, почему мне близка эта тема, и почему я захотела говорить с вами именно об этом, потому что по своей специальности я занимаюсь карьерное консультирование. Этот бизнес у меня уже 16 лет, и моя задача — понять людей, понять их сильные и слабые стороны, понять, как они могут реализовать себя. И мне кажется, что колено, 12 колен Израиля — это очень хорошая, очень удобная платформа для того, чтобы люди могли как бы познакомиться с собой, то есть увидеть, какому колену они принадлежат. И если это не физически, что они прямо идут от этого колена, то, может быть, они ассоциируют себя с одним коленом. И мне кажется, что если вы найдёте свои сильные стороны, если вы поймёте себя, то вам легче будет реализовать себя и найти своё место в жизни и свой успех. Потому что невозможно понять себя и реализовать себя, если нет глубокого понимания и по-настоящему возможности вдуматься в то, что с вами происходит. Итак, мы начинаем с истории достаточно знакомой всем. Это история о Рахеле и Ее и о том, как Яков мечтал и любил Рахель. Но получилось так, что Лаварна его обманул, и вот он увидел на утро и это лео. То есть он женился не на своей возлюбленной, а на Лей. Теперь мы знаем про Лею, что она молилась и она мечтала об жену Якова. И с ней не случайно это произошло. И при том, что здесь есть, конечно, обман Лавана, но также есть ответ на её молитвы войти в дом Якова. И вот сейчас есть у нас Лея, которая, жена, которая как бы влезла в дом Якова без того, чтобы её туда хотели. И у неё рождается первый сын. И когда у неё рождается первый сын, она называет его Раувы. Теперь очень важно, как мамы видят своих детей и как они видят своё положение в семье, когда у них рождается тот или иной ребёнок. То есть мы закладываем в наших детей силы нашим отношениям изначально. Теперь, безусловно, это происходит, не спрашивая нас. Эти вещи происходят. Мы дети, мы родились в семье, нас хотели, нас не хотели. Мы пришли успокоить маму, мы пришли для того, чтобы мама стала любимой. Никто нас не спрашивал. Но мы рождаемся и выполняем определённую роль в семье. И эта роль, она влияет на всю мою жизнь. И нужно понять, увидеть, как вот это вот Раувен, его место, этого сына, который родился для того, чтобы принести любовь Якова Леи, как это повлияло на него. И опять, мы не можем изменить наш мозаль с тем, с чем мы родились. Мы только можем решить, как эти силы использовать. То, что мы можем с этими сделать, это в наших руках. То, в какой ситуации мы родились, это не в наших руках. И здесь я хочу немножко поговорить вообще о первенцах. Безусловно, Рувен, он очень сложный первенец, потому что он родился. И что сказала Лея? Увидел Хашем, увидел Всевышний мои страдания. Что теперь меня будет любить мой муж. То есть на Рувена наложили с детства ответственность принести любовь Якова Леи. То есть он родился с этой задачей. Как бы это то, что его мама просила, когда он родился. И мы увидим, как это на него повлияло. Но давайте вообще поговорим о роли первенца. Первенцы, они, кстати, среди, наверное, людей, которые слушают меня, очень много первенцев. Потому что в России вообще немного детей. Когда я доеду до 12-го колена, не знаю, кто может ассоциировать себя с 12-м ребёнком в семье. Но с первыми детьми очень многие могут себя ассоциировать. И давайте немножко подумаем, что делает первенец. У первенца в любой семье Хей, он как бы превращает родителей в родителей. До этого это было просто пара. Он первый, из-за которого папа стал папой, а мама стала мамой. Он тот, кто создаёт семью. И, безусловно, на нём делают все ошибки. То есть мы, когда у нас рождаются первенцы, ничего не знаем. И мы только начинаем наш путь как родители. И когда мы начинаем наш путь как родители, то мы пытаемся так, по-другому, полны энергии, полны желания чего-то там сделать. Это не как третий ребёнок в семье, когда уже всё понятно, ясно, просто и так далее. И также этот ребёнок, он определяет наш статус. Если он успешный, мы, типа, успешные родители. Если он неуспешный, значит, у нас какая-то проблема. То есть даже по-другому, первенец, он получает двойную долю в наследстве. Он немножко, и бывает даже это часто, когда мамы путают, да, и начинают относиться к своим сыновьям, к старшим, как будто бы это их муж. То есть они переносят любовь от мужа к ребёнку. Они забывают, что вообще-то она жена, да, она также мама, но не очень знают, какое место в отношениях дать этому ребёнку. И это, как правило, проблема первенца, что на него наложили, на его плечи огромную ответственность, без того, чтобы он это просил, хотел и так далее. И я уже не говорю о всяких неправильных отношениях между в неудачных семьях, да, когда у родителей нет личной жизни, когда у родителей нет отношений между собой. И вот эта вся любовь выплёскивается на этого бедного ребёнка, да, который должен иметь, строить отношения с мамой или быть между мамой и папой, или вообще, то есть он завязан в такую игру, в которую он вообще не хочет играть, не может играть, да, в различных спорах, в образовании, да. Теперь он старший брат для других детей, короче, первенцы им очень-очень сложно, да, то есть они не выбирают это, но они несут на себе вот эту вот задачу. И мы видим, что Роу Вен, он, это не только, что он как бы вот так получилось, он это нёс, да, мы прям видим, это в Толе написано, да, открытым текстом. Сейчас полюбит меня мой муж, да. Вот ты родился, и ты должен так сделать, чтобы меня полюбил мой муж. И мы видим, что также есть такая, как бы ей чувствуют несовершенство в своей ситуации, как жена. Она не чувствует себя любящей женой, любимой женой. Она может быть любящая жена, но нелюбимая жена. И она недовольна как бы своим состоянием. И безусловно, что это недовольство, да, или то, что она видит в себе недостаток, проблему или что-то такое, вот этот вот минусовой заряд её, он также был передан Роу Вен. То есть также Роу Вен несёт в себе вот такой минусовой заряд. То есть он начинает свою жизнь с минусом, не с плюсом, не в счастье, не в любви, а в соревновании. А сейчас меня будут любить или не будут любить. Теперь я хочу немножко заметить, что здесь есть определённая проблема у Леи, потому что Лея прекрасно понимает, что она вошла в дом Якова не изначально. И поэтому правильно бы было принять это положение и смириться с ним, и как бы ценить его. Не говорить, ах, мне мало, мне плохо, мне мало. А сказать, вау, мне очень повезло, я мечтала всю жизнь стать женой Якова, и я и стала. То есть при том, что это неприятно быть второй женой, и, может быть, не самой любимой женой, но если ты всё время об этом мечтала, можно посмотреть, и тебя впустили, не ожидай, что сразу ты будешь там суперлюбимой. Ты вообще непонятно, как сюда пришла. И вот это вот положение, когда Лея как бы недовольна своей позицией, вот эта вся оплачательная энергия, она переходит к Рувен. Мудрецы говорят о том, что есть ещё одно понимание, ещё один смысл в том, что она назвала его Рувен. Это посмотрите, какая разница между моим первенцем и первенцем Исафом. Мой первенец, он уступил своё место Иосифу, а Исаф хотел убить его. Мой первенец спасает Иосифа, а Исаф хотел убить Якова, который тоже занял как бы место первенца. Теперь тоже в этом есть определённая боль и проблема, при том, что она как бы подчёркивает, что Рувен так красиво повёл себя по отношению к Иосифу. Вот посмотрите, как он красиво уступает. Но тоже здесь есть несоединение с его жизненной задачей. Это гордость, но гордость как бы элегантности минус. То есть мы немножко тоже об этом поговорим больше. Я хочу перейти к следующему моменту, когда мы встречаем Рувена. И в Торе описывается, что ему было 10 лет, и вот он шёл, и он нашёл дудаим. Что такое дудаим? Дудаим – это такое растение, которое увеличивает любовь, увеличивает желание, увеличивает, даёт возможность женщине забеременеть. Это такой ценный фрукт, добавка к пище, которая помогает, имеет определённые лечебные силы. И что делает Рувен, когда он уходит этот фрукт? Он приносит этот фрукт своей маме ей для того, чтобы Яков её больше любил. То есть мы видим десятилетнего мальчика, который чем занят, когда идёт и видит красивые фрукты? Он не занят другими мыслями, он думает о том, как вернуть вот эту вот любовь своей маме. То есть он играет эту роль до конца, которую на него положили. И мы увидим это дальше. Я хочу немножко расширить, у меня несколько минут, тему того, что вернуться как бы к вам и к вашей жизни. И найти, может быть, себе вот этого вот Рувена. «Насколько вы живёте сегодня ожиданиями ваших родителей? Насколько вы сегодня, как взрослые люди, не живёте себя, а живёте какую-то задачу, которую на вас положили?» И я думаю, имеет смысл тоже задать вопрос, а хотите ли вы, если вы живёте и продолжаете выполнять эту задачу, а хотите ли вы это делать? Или вы на себя это… То есть в детстве мы принимаем это как бы не обсуждая. Вот на нас положили, мы это несём. Иногда бывает, что на нас положили, мы несём. И очень часто первенцы, они так идут как бы поддерживают во всём своих родителей. Они такие правильные, первые делают то, что от них ожидают, очень часто. И бывает, что другие, они очень ответственные, потому что вот они как бы и от них ожидания они вот исполняют. Но тоже среди первенцев есть такие, которые сбрасывают с себя вот эти вот ожидания. И они сбрасывают эти ожидания, потому что нет у них возможности выполнить эти ожидания. То есть то, что человек родился первенцем, это не значит, что он родился обладателем тех талантов, которых родители хотели бы в нём видеть. Например, если это там профессорская семья, и они ожидают от первенца, чтобы он был тоже там научным работником, отличником, способным, сильным, а у него IQ не на высоком уровне. Он не может никак выполнить ту задачу, которую на него положили. То есть обычно родители кладут эту задачу на ребёнка, когда ещё не знают и не понимают, кто этот ребёнок. То есть он там в шесть лет пошёл в школу, и от него ожидается быть отличником. А кто сказал, что он может быть отличником. То есть он должен соответствовать каким-то там задачам своих родителей. Он должен либо соответствовать им, либо осуществлять их мечту, либо там ещё как-то участвовать в их плане. Во-первых, его не спрашивали, ли он хочет это делать. А во-вторых, кто сказал, что есть у него сила это сделать. И может быть, родители подталкивают его на войну, на мерет, как сказать, на противостояние, потому что он должен уйти от этого. Он не может это делать. Не то, что он не хочет, он не может. И тут родители от него ожидают. Ах, почему ты не учишься? Ах, почему ты не принимаешь наши идеалы? Ах, какой ты плохой? И так далее. А может быть, а вы вообще проверили, или он хочет соответствовать вашим идеалам, или он может соответствовать вашим идеалам? То есть первенцы, они либо, они такие очень пытаются, да, реализовать надежды, либо они сбрасывают с себя всё, потому что они не в состоянии, да, реализовать надежды. Я не знаю, к какой группе вы относитесь, но у первенцев очень часто складываются сложные отношения с родителями. и в какой-то момент, если они всю жизнь пытаются реализовывать, да, мечту родителей, в какой-то момент жизни они всё равно должны будут остановиться и понять, а живут они ту жизнь, которой они хотят жить. То есть сделали они свой выбор, или они по-прежнему, да, в 50 лет волнуются о любви между мамой и папой. То есть может быть, вообще-то они не должны там находиться, да, это не их место. И я думаю, что вот история с Рувеном, она очень такая. Иногда я, это в России очень часто, ну, я не говорю обязательно в России, но в странах СНГ, да, в культуре, в которой я выросла, там родители очень часто для старшего ребёнка могут определить, там, ты будешь там врачом или инженером или ещё кем-то. Почему? Ну, так у нас приняли, потому что мы этого хотим, потому что, то есть, вообще не смотрят, какие данные у ребёнка, может он это, не может, нужно ему это, не нужно, преуспеет он в этом или не преуспеет. И я не виню родителей, да, это как бы очень естественно для родителей совершать эту ошибку, но, безусловно, здесь нужно проверить и понять, что руководит мной, а главное, что мне кажется, что в любом случае любящие родители, которые совершают эту ошибку, это ошибка не в нелюбящих родителей, это ошибка любящих родителей, они просто не понимают, что они совершают, что они совершают ошибку, они не понимают, что они перекладывают на ребёнка то, что не нужно на него перекладывать, они не понимают, что они свою жизнь, вместо того, чтобы жить, живут за счёт ребёнка, Они не понимают своих ошибок. И очень важно для родителей посмотреть и проверить себя. Они же хотят, чтобы ребёнок был счастливым. Это не приведёт его к счастью. Ещё один элемент, я хочу подчеркнуть, или, может быть, это уже в следующей серии. Спасибо большое.